Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастливый согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Светися, светися, Новая Иерусалима, слава Бога Господне на Тебе, Востия, ликуй ныне и веселись о Сионе. Ты же чистая красу и вся Богородица, о восстании Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Воскреса из мертвых Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоя Матери, силы щаснагожетворящего Креста, святых ангелов наших хранителей. И всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благо есть и человека любец. Аминь. Божья милостью, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй мя. Бесчиславя согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ, и сущему грабежу водорова. Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ, и сущему грабежу водорова. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Свою Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые, посети из цели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и вовеки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный на сей день. Прости нам, хлеб наш, насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И во Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Аминь. Став после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи и ангельскую письму. Сглашаем Тебе сильнее. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам, по веру лице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна, Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце, и открою усталость, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Иными, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Внезапно пролезут Деяния. Деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну. Христос воскрес. Слава Отцу и Сыну. Слава Отцу и Сыну. Слава Отцу и Сыну. Субтитры делал DimaTorzok Псалом 55 Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний! Когда я в страхе на Тебя уповаю, в Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть? Всякий день избращают слова мои, все помышления их обо мне назло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими питами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе не изложи, Боже, народы, у Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя, не в книге или они Твоей. Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы. Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от прескновения, чтобы я ходил перед лицом Божиим во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копии стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес Божия, и над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали передо мной яму, и сами упали в нее. Готово сердце мое Божие, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь слава моя, воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божия, и над всей землей да будет слава Твоя. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили несчастиво, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкают уши свои, и не слышит голоса заклинателя самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы и хвостах их, разбей, Господи, челюсти львов. Да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежая, и обгоревшая, да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, а моет стопы свои в крови несчастивого. И скажет человек, подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне не подвергайся, сожди, и открыть мое недостойное. Он ставил Свое и Святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Холостов от сна я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и приводая их к стопам Твоим, вызывая к Тебе. Не дай мне в усновь греховной смерти, но ужалься надо мной добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Молодыка человека любит сам после сна, я спешу к Тебе, и по милосерии Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избах меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, вели в царство Твою вечном, ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему велосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, достой мне присвятить Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясноведующие тайны человеческие, Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего. Творим Тебе из нечистых уст. Прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мысль прожить всю ночь здесь, неземной жизнью, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу за каждым по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразима радость велищих не всказав на красоту лица Твоего, ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставлю на блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел, Божий, Хранитель, Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного, арабатывая его, уныния, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хуйные помышления от несчастного моего сердца, враченного мамы его. Погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слаб, избавь меня от многих бубительных воспоминаний и намерений, и совали от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Галина, Ольга, Епатерина, Надежда, Сергий, Янис, ибо мы усердно к Вам пробегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы и креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй самого духовного Батюшку и Акима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей всех длинных моих и друзей, всех православных христиан. Подай Твои земные и небесные блага. И не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи силы Твоей даром здравия и спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Спокой, Господи, души усовших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, и дару им Царство Небесное. Со святыми и упокой в Христе души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воисимо, святися, святися, Новый Иерусалим, слава Бога Господне, на Тебе воссия. Веку ныне веселись, а сегодня, Ты же чистая, красавица Богородица, восстание Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божией, молитву ради Пречистой Твоей Матери, и Преподобных Богоносных Отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых я смиренно волю Тебя, которых предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобой, удостоя их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истинной добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, удобрительно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Прочистой Матери всех святых. Приведи их к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единорозным Твоим Сыном и желающим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий нашим, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, и просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели свои изучаемые предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, во свое спасение. Потому что Ты, источник премудрости, Тебя слава возносит всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Молите всегда. Спасибо, Господи, помилую от самого духовного родителей, сродника, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Абросия, Вадима, Засима, Олег, Иоанна, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска, Корнилия, Александра, Диадора, Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да и шесть, священникам, и другугодно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать добрые законы, дабы ли дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. Коснись их сердца, и сохрани их от покушения от них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии. И утишь и эту войну, научи насценить это мирное время, Господи, и приготовь земли к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное Тобою. И для всего, подшли нам добрых помощников, наставников, советников, и в этот день сохрани их от всякого рода зла и греха. Защити нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там, Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира, братья, Людмилу, любовь, Владимира, Владимира, Алексея, Иосифа, прищедобрые жители с детьми, любящих уставы твоих, ходящих в послушание. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никитовича, Адак Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифкину. И расширь пределы общей найденовой души. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Наталью, Евгения, Стаси, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Сергея, 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 Александра, 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 Ездру, Рахиль, Екатерину, Екатерину, Галину. Ты их знаешь, Господи, новые души пришедшие, укрепи их, поддержи. Возри на угрозы врагов, на их злодейство, и не дай им желаемое исполнение их злых замыслов. И в судный день не вмини им безумия и грех. Прости их и помилуй, Максима, Александра, Александра, Виктора, Сергея, Алексея. Аллилуйя. Благослови детей из Сирии. Пошли им все потребное, сохрани их. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Благослови благодетелей наших. Откроем истину Твою, не дай погибнуть. Елену, Людмилу, Надежду, Юрию, Эдуардову, Евгению, Наталью. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Посети, Господи, болящих, укрепи их. Дай силу перенести страдания и пошли им исцеления. Валерия, Иллариона, Кирилла, Алфея, младенца, Татьяну, 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 Валентину, Валентину, Анну, Марию, Александру. Благодарю Тебя за здоровье, за болезни, за друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе, Боже наш. И от пьянства из Валерия Павла, Михаила Андрея, Владимир Александрович, Игорь, Господи, это страшный недуг, сколько людей погубил. И отступников найди, Михаила, Николая, Александра, Юлию, Анастасию, Екатерину. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас и сохрани наше это сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути. И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Вячеслава, Дмитрия, Александра, Андрея, Андрея, Валентина, помогающих нам. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим, благослови путешествующих, Раису Льва, Виктора, 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 Лидия. И обрати, Господи, джазца со силой, открой истину Твою. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи Божий наш, хвала Тебе, наш Бог Иегова. Аллилуйя. Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человека благоволения. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, на святые каноны, церкви. Ах, на истину. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, за милости Твоих, когда Ты дал мне войти в этот мир, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу и помытарством, и веди ее навеки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Добрый мой ангел, прибудешь с нами. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас жить в бедность, имея пропитание, одежду быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и во всем быть экономным. И каждому дару жилье Сергею Гавриеву. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездрани, Емми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Ильосия, Илья, Агей, Сапония, Захария, Малахи, Давид, Напан, Данил, Отрахи, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Испомнись Господь Духом пророческим церковством, дабы день прихода Твоя наше отшествие не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли на встречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, небесные силы, престолы Божьи предстоящие, святые апостолы, Пётр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Дарует Господь нам жажду исследовать священное писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Космайя, Демиан, Андрей, Тартилат и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, докрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру и устраши родителей за такое воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Сарубский, Антобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере. Азамас Теретьяков разве нечто превратит в Господи. Научи насценить это сокровище веры, которое оставили нам святые отцы. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Пёкла, первомущенца, Патина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матерь Софии, Наталья, Адриана, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Юня, Киприяна, Устина. Нодарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Исправь не покорилась Галина, семейство, Евгений, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Людмила и Анна. И прими нашу молитву, воздяяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, прими нашу молитву ради голговской страданий и пролитой Тобой в крови за каждого из нас. Нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говорю, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Говорю, 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 Аминь. Аминь. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Слава Тебе, Господи, все верующие. Продолжаем чтение книги писем православие. Православие. Продолжение следует... Продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лапкина. Тема «И так бодрствуйте», час четвертая. Тут маленько повыше надо взять, чтобы понятно, о чем говорится. Хотя бы куплетом полтора. Вот отсюда, святой Иоаним. Святой Иоаним Стридонский считал, что нельзя освободиться от пороков, не обнаружив публично-корпоративные грехи клира народа. «Историческое наследие, у которым умалчивают, а потому и готовы повторить, ибо нет раскаяния». Православным. 14 марта. Ростислав. Вся русская иерархия оказалась под запретом. Климен запретил одну группировку, а Константин другую. Память 14 апреля святой Кирилл Туровский одобрил казнь епископа Феодора Белого Клобучка в 1169 году, которого казнили, отрезав уши, нос, лишили глаз и тому подобное. 2 марта. Арсений Суздальский. Подобные же дела. Католикам тоже не в похвалу инквизиция, а расследование с изощренными пытками при допросах. И аутодафы, акт веры, сожжение, лишившие жизни 12 миллионов человек. Протестантский президент США Гарри Трумэн испытал атомный меч на Хиросиме и Нагасаки. Старообрядцы, указывая на бывшее при Никоне, полностью забывают добавить, что все злодейство, бывшее до 1653 года, до патриарха Никона, смотри, описанное выше, и кровавые оргии, в кавычках, благочестивейшего Иоанна Васильевича Грозного, это их подвиги. Семь злейших не обошли никого. Итак, бодрствуйте. Не расслабляйтесь. Впереди Армагеддон. Апокалиптические катаклизмы в природе и в отношениях между партиями. Люди, я люблю вас. Будьте бдительными. Проповедь с петлей на шее. И сказал я, беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, жители земли. Прок Исайя 24, 17. Итак, бодрствуйте. И блажен араб, которого господин его найдет бодрствующим. Не нужно людям предлагать свою веру в подмене, но изображать все, как в Библии, где не скрыты и смертные грехи святых, Моисея, Давида, Савла, Петра и других. Потому и верим Библии, ибо в ней все описано так, как было, без подмены. Цитата. Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но, веруя в него, радуйтесь. Радостью неизреченную и преславную. 1 Петра 1, 8. Будем бодрствовать и трезвиться. 1 Фессалоникийца 5, 6. Лука 12, 37. 3 Едра 12, 13. Блажен, бодрствующий. Откровение 16, 15. Следующий заголовок. Божий храм и торговля несовместимы. Известный в крае православный проповедник Игнатий Лапкин твердо исповедует Солженицынский принцип «Жить не по лжи». Несмотря на жесткую критику многих православных иерархов, его позиция находит понимание и аухереев русской православной церкви. На прошлой неделе его скромное жилище посетил епископ Барнаульский Алтайский Антоний. Епископ принял трапезу в доме проповедника, в ходе которой они обменялись мнениями о практике совершения на Алтае различных православных обрядов. Существует выражение «отмывать деньги, добытые преступным путем». Это делается, как правило, через вложение пахнущих грехом окаянных тувриков в законное производство. «Деньги пахнут» – это известно уже минимум как 3600 лет со дня написания Торы, первой части Библии. Цитата. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим». Законие 23.18. «То есть на строительство и содержание церкви не должно принимать пожертвования из секс-индустрии или добытого за алкоголь, наркотики, табачное преступным путем. Но самые преступные деньги, полученные за продажу человеком его души, а это делается тогда, когда человека обманом завлекли в торгашеские отношения с Богом, устраивают индульгенции, симонию, за деньги пытаются откупиться от возмездия за грехи, без исправления жизни». Всепрощение и милосердие Бога человека Иисуса Христа безграничны. И только дважды Спаситель мира к грозным своим обличениям прибавляет немедленное наказание. И случилось это в самом святом месте, в Храме Божьем, где алчные духовные вожди устроили дом торговли, вертеп разбойников. Продавая в доме молитвы жертвенных животных. С плечи бичи, зверевок, Сын Божий изгнал служителей Мамоны и запретил навсегда даже проносить через храм какую-либо вещь. «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы о описанном наставлении нам, достигшем последних веков». 1 Коринфянам 10.6.11.10. Обличаемые совестью корыстолюбивые священники и архиереи лишь на следующий день попытались отомстить Агнусу Божию за рассыпанные на полу церкви дивиденды. Ради гнусных прибытков тогдашние менялы и обиралы через Верховный Совет, через Думу протащили закон о том, что жертвенных животных можно покупать только у них. Хотя бы человек имел и свои. Тысячные отары овец. При своем эпархиальном управлении продавали голубей овец валов в 13 раз дороже номинальной стоимости. Но еще Карл Маркс уверял, что при 400% выгоды нет такого преступления и даже под страхом виселицы, на которое не пойдет капитал. А церкви умудрились добывать прибыль до 2000%. И это цена крови. Матфея 27.6 И как сказал патриарх Алексий, цитата, «Каких бандитов принимают в церковь? Настоятель превращается в диктатора. Все чаще поступают жалобы на то, что от священников пахнет водкой и табаком. Нередки случай, как мне известно, из-за ссоры между духовенством, приходскими советами и за дележа собранного». Господь Христос предупреждает. «Не можете служить Богу и Мамонне. Невозможно соединить благоговейную тишину молитвы и базар торговли». Специально. Хроника Московской патриархии. Номер 2.1993. Страница 18. Номер с 1 по 3.1994 год. Страница с 34 по 38. «И притом торгует нечистым, к чему, как к мерзости, нельзя прикоснуться, чтоб не оскверниться, ибо повелено Богом приносить ему жертву только из чистого воска, из чистого илея, все чистое. А нечистое – нечистоту, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Левитов 10.10. «От нечистых, невосковых свечей портятся лики икон, зорения прихожан, прохожан». Каноны православной церкви категорически запрещают вести какую-либо торговлю в храме и церковной ограде. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговли». Все ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих. И опрокинул столы миновщиков из камьи, продающих голубей, и говорил им, «Написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». В Англии от Матфея 21-12. Никто не должен внутри священных оград корчевницу или различные снеди поставлять, или иные купли производить, сохраняя благоговение к церквам. Ибо спаситель наш, Бог, житием своим во плоти, поучая нас, повелел не творить дому отца своего дома в купли. Он и пеняжникам рассыпал деньги, и изгнал творящих святых храм мирским местом. «Посему, если кто облечен в леченном преступлении, да будет отлучен». 6-й Вселенский собор, 76-е правило «Подобаясь в церкви стоять со страхом и трепетом, и Богом молить и со слезами о своих согрешениях, а шептания бы и роптания из православия и непотребного рассуждения и судов, и повести и иных неподобных речей и словес во время божественного пения, никогда же бы не именовалось, потому что священные апостольские и отеческие о всех этих неподобных делах заповедуют и под запрещение полагают, как и Господь, Бог наш, войдя в церковь и найдя в ней продающих и покупающих валов и голубей, и, сделав бич из веревок и изгнав всех бесчестных из церкви, в церкви все опрокинул, уменял столы и продающим голубей сказал «Возьмите это отсюда и не делайте так». И сказал им «Храм мой, храм молитв назовется, вы же сделали его вертепом разбойников». «Но насколько более надобно священникам о церковном порядке забудется и бесчинникам запрещать, и после первого-второго предупреждения повелевать таковых изгонять вон и от церкви отлучать, пока они исправятся?» Бог установил содержание священства и храма за отдание каждым членам церкви 10-й части со всех своих доходов. «И всякая десятина на земле из семян земли из плодов дерева предотвежит Господу. Это святыня Господня». Левитов 27.30 «А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в Скинии собрания». Число 18.21 «Туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши». Царазаконник 12.6 «И начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовое преддоме Бога нашего. «И десятину из земли нашей левитам, они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие». И имя 10.37 «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как к нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя?» «Десятиною и приношениями. Проклятьем вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Господь Саваоф. Малахи, 3 глава, 7 по 11 стихи. «В Киеве на месте гибели первомучеников Феодора и Иоанна была воздвигнута, Десятинная Церковь во имя Успения Божьей Матери, ставшая центром общерусского сбора церковной десятины, пожалованной Церкви Святом Князем Владимиром Василием Крещений. Деньги или подарки запрещено брать за крещение, за таинство и требы. Если кто, епископ или пресвитер или диагон, деньгами это достоинство получит, да будет извержен и он, и поставивший, и от общения совсем-то отсечется, как Симон Голфу». Апостольское правило, 29 и 6 Вселенский собор, 23 и 100 главный собор, 44 и 45 правила. «Если Слово Божие угрожает погибелью всем идолопоклонникам, служителям Меркурия, Бога торговли, обманывающему, обвешивающему, делающему пересортицы, проданные свечи перепродают по несколько раз и тушат свечи, не давая им сгорать, воруя на агарках, хотя закон гласит Богу все сожжения». То почему бы раз и навсегда не выбросить торговые точки из храмов? Это слово «все сожжения» встречается в Библии 270 раз. Псалом 50, 18 и до 21 стихи, Вангелие от Марка, 12, 33. Тут и встает вопрос. Если нет катехизации оглашения длительного, основательного научения приходящих, то ясно, что нет и обращения рождения свыше, нет общины, нет единой послушной церковной семьи, нет и спасения, все чужие друг другу, нет дисциплины, и никто не будет платить налог десятину церковную. А деньги-то нужны в любом случае. «Пошли по иному пути церковники и епархия. Человек грешит, потом хочет замолить грехи. Больше покупает свечей, больше грешит, больше доход. Грехами народа моего кормятся они». Прокосия 4, 8. «При позорной, проклятой Богом церковной торговли душами и телами, нет ничего духовного, но греховное, пришел-ушел, все чужие друг к другу, и добытые таким преступным путем деньги в храме издают запах крови и тлена. И пока они выбросят комки из храма, это не храм, дом молитвы, говорит, любящий нас Иисус, но разбойничий при том дом торговли в честь покрова Богородицы, в честь Николая Угодника и в честь Александра Невского». «Время и деньги. 5 марта, 96 год. Номер 13. Журнал». «А я вам говорю, любите врагов ваших. Кровавая, больная, веками однобока и ложно толкуемая тема эта. На всей земле одно семейство Адама и оказалось, что Каину помешало родной братавель, которого он убил, пролив первую братоубийственную кровь. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не пойдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем». Деяние, 17 глава, 26-27 стихи, 3-я езда, 7 глава. «Все мы братья по происхождению, а некоторые и по вере во Христа Иисуса. А дьявол, человекоубийца, клевещет всем друг на друга. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие Террана 8, 44. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что неизвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Откровение 12, 10. «Чтобы люди убивали один другого, уподавляясь дьяволу, причины к убийству разные. Завладеть чужой честью, имуществом, землей, женой, или защищая все это, или желая властвовать». «И до Христа были воины, и поныне они также уносят миллионы жизней». В христианстве хотя бы как-то видны изменения от Нагорной проповеди во всем, о чем говорит Спаситель. Во всем, кроме войны и убийства. Тут все остается так же. И Спасительный Крест Христов призывает уже не к несению скорби и страданий, а к убийству. Только нужно это изображение Креста изобразить на своем боевом знамени, а потом и награждать христолюбивое воинство георгиевскими и другими крестами легионеров, христиан и язычников. Евангелие от Матфея, 5, 21 по 48 стихи. «Шесть раз сказанное Сыном Человеческим, а я говорю вам, как будто и не говорено нам о гневе, о клятве, о ненависти, убийстве, все остается, как и было. Придумали, что враги разделяются на три части. Одних нужно любить, других ненавидеть, третьих уничтожать. И выходит, что самые опасные враги – это враги земного Отечества». Креста, 3, 8. «Время войны и время миру. Время евангельской проповеди, время христианства, когда иная война без меча и без копья». Поэтому во время войны в них маской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Анафаном. И только нашлись они у Саула и у Анафана, сына его». 1-ое царство, 13, 22-22. «Война есть бич Божий, наказание за грехи народа, священников и вождей. И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Левитам 26, 25-33. «У меня отмущение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них второзаконие 32-35. Если человек отрекается от закона Божия, то меч пожирает его по повелению Божию. Если же отречетесь и выйдете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Исайя 1, 20. «И никакая сила в мире не спасет человека. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали. Говорил и вы не слушали, но делали злое в очах моих, и избирали то, что было неугодно мне». Рок Исайя 65-12. «И самые храбрые обезумеют от меча, и они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них». Иеремия 25-16. «И не ученые прапорщики будут побеждать хваленых генералов. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, «Так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить». Рок Иеремия 25-29. «Ненапрасно будут тогда просить благословения патриархов, чтобы побить безбожников лютых. Умерщвляемые мечом, счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истоевают поражаемые недостатком плодов полевых». Плачь, Иеремия 4-9. «И скажи земле Израилемой, так говорит Господь Бог, «Вот я на тебя, и извлеку меч мой, изножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого, и хотите владеть землею?» Иезекииль 21-33-26. «Ибо опираются на меч, а не на Господа. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». Амоз 9-10. «И умрут все грешники, от меча и пастыри исчезнут. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». Захария 13-7. «Со своими благословениями справедливой, в кавычках, войны. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савауф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца». Прок Малахия 2-2. «Когда путь человека и народу вводен к Господу, он посылает своего ангела с мечом, числа 22-23, чтобы защитить даже ослицу и убить негодного пророка. И сам Господь бросает камни с неба на врагов». Иисус Новин 10-11. «И даже лес погубит больше, чем воинское оружие». Второе царство, 18-8. «Молитва раскаяния со слезами и войско врага в одну ночь окоченела в смертных мучениях без единого выстрела». Четвертое царство, 18-я глава. «Рок Исайя, 37-я глава. Ибо он спасет бедного от меча, во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча». Иов 5-15-20. «И Господь обращает меч одного врага на другого». Судей 7-27. «Ибо Бог спасает не луком и мечом». Остя 1-7. «Но духом пусть своих». Откровение 1-16. «Оно несло острый меч, неизменное твое повеление, и став, наполнило все смертью. Оно касалось неба и ходило по земле». Премудрость 18-16. «Ибо Слово Божие острее всякого меча». Евреям 4-12. «В руке Господа все концы земли и в его власти не допустить рождения Мамая и Гитлера. Но когда люди согрешают, то меч призывается на них». Иеремия 25-29. «И по кругу земли разольются страшные войны». Третье ядро 15-5. «Мечи летающие, снаряды и ракеты». 15-я глава 41-й стих. «И кто отклонит меч» 16-3. «И все нации пойдут на нас, и не мечи на орала перек уют соседние государства». Исайя 24. «Но серпы на копья и орала на мечи, чтобы отомстить за отступление от Бога». Иоиль 3-10, Михея 4-3. «И нам повелено, перешагивая из ветхозаветного состояния, а я говорю вам, взять меч духовный, который есть Слово Божие». Исайя 4-12. «И тогда ничто в мире не отлучит от Христа даже война на римлянам 8-35 или отказ воевать плотским оружием. Бог силен был сделать так, что при казне Патита память 1-го июля тело его стало твердо, как железо, или меч сделался, как воск от удара в шею». Эмилиан 18-го августа «Когда мы верны Христу, то твердость наша будет как железо, а сердце врага сделается как воск». И такое бывало. Но если Бог допустит, что и амафором во время литургии задушат еретики, Павел Исповедник 5-го ноября «Ветхом завете врагов и закона достойно похвалы убивать было». Послание Афанасия к Камону «А я говорю вам благословляйте проклинающих вас». В Новом же завете даже спустя три века и более святые отцы еще удерживались даже при христианских царях на той ступени где убийство на войне было и непохвально и незаконно правило Василия Великого восьмое цитата «Находящиеся на войне идут на поражение супротивных с явным намерением не устрашить не вразумить но истребить их и есть вольный убийца бросил так острое железо что удар и от тяжести железа и от остроты его и от стремления через большое пространство выстрел по необходимости надлежало быть смертельным есть вольное убийство это и никакому сомнению не подлежит убиение на броне отцы наши не вменяли за убийство извиняя как думается мне поборников целомудрия и благочестия но может быть добро было бы советовать чтобы они как имеющие нечистые руки три года удержались от приобщения только святых тайн василий великий правило тринадцатая вальсамон изонара согласно замечают что предлагаемый василием совет вообще не был употребляем их действия как по неудобству так и по уважению в начале сего же правила изложенным сноска под правилом от кого неудобство от того что действия воинов несовместимы со званием христианина от царю христолюбимого никак не обойтись без христолюбивого воинства неудобство от сравнения с учением Евангелия а значит и неуважительно будет ко всем кто придет интересы отчизны царя как же на три года отлучить от причастия их а значит и тех священников которые были на войне и тех кто их послал а значит и царя и по неуважению ко Христу к Новому Завету и к Евангелию пусть уж воевают когда нет покаяния тогда война уорот избрали новых богов от того война уорот виден ли был щит и копье книга судей 5-8 исход 13-7 тогда против нас рождаются гениальные военные стратеги Чингисханы внутри страны Карабахи Чечня и все друг против друга в смутное время почему же явление креста на небе не было понятно так что вот любовь Христова зовет нас евангелизировать вражеские полки его верховный штаб их царя а было чисто поязычески и понятно крест изобразить на знамена и новые крестовые походы уже пошли против православных от католиков Христианская община первых веков до пятого века определенно признавала в лице своих руководителей что христианам запрещено всякое убийство а потому и убийство на войне так во втором веке перешедший христианство философ Татьяна считает убийство на войне так же недопустимым для христиан как всякое убийство а потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина в том же столетии Афиногор Афинский говорит что христиане не только сами никогда не убивают но и избегают присутствовать при убийствах третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим в кавычках воинственным народам мирное племя христиан но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген предлагая христианам слова Исаии что придет время когда люди перекуют мечи на плуги копии серпы он совершенно определенно говорит мы не поднимаем оружие ни против какого народа мы не учимся искусству воевать ибо через Иисуса Христа мы сделали с детьми мира отвечая на обвинение цельцам христиан в том что они уклоняются от военной службы так по мнению цельца если только римская империя сделала христианская она погибнет Ориген говорит что христиане больше других сражаются за благо императора сражаются за него добрыми делами молитвой и добрым влиянием на людей что же касается борьбы оружием то совершенно справедливо говорит Ориген что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае если бы император их к этому принуждал все на сегодня так все на этом да ну пометь где осталось сегодня занятия будут вопросы есть какие сейчас вот я маленько тут отойду и выставлю ролик с потеряевки прислали там авария большая произошла но без жертв так чтобы помолились все тогда отхожу ну вот Продолжение следует...